восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих с вами александр шадов осьминог бесконечности собственно сегодня мы обсудим еще одну мою статью которая называется современная инквизиция статья в общем-то посвящена такой проблеме такой о которой обычно не говорят это проблем согласно которой в наше время все еще сохранилась инквизиция некоторого народа что подразумевается по инквизиции а то что одни люди имеющие определенные взгляды имеют возможности воздействия на других людей причем очень сильные и серьезные многие думают что мы живем в мире которым никто не подвергается гонениям светских странах но это вообще-то не так прямом смысле ты на к мысли на нас налагаются определенные запреты они не такие жестокие как конечно убийство как вот это вот на картинке показано пытки вы так сегодня как и действительно встречаем довольно редко посмотрю вообще все картинки вот эти вот даги растягивают на да 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 средние века прекрасно вот тогда были такие такие были в общем-то репрессии сегодня у нас другого рода репрессии и о них мы поговорим для начала обратим внимание что речь идет о эритиках ну то есть о инакомыслящих люди которые имеют другие взгляды на мир то есть чаще всего это философ определенно люди которые имеют уникальные философские воззрения каким пыткам так скажем они подвергаются начнем с мягкого это эмоционально этическая инквизиция самая простая форма инквизиции она связана непосредственно с неодобрением с унижением человека с попытками его чему-то научить особенно вообще люди с определенными этическими взглядами если они видят человека другими этическими взглядами они сразу получите своей великой мудрости на самом деле это мудрость скорее всего не является мудростью да но это все оказывает эмоциональное этическое давление на человека собственно и реку приходится скрывать свое мировоззрение чтобы не подвергать себя вот такому вот воздействию но это действительно это самая мягкая самый мягкий вид инквизиции она не жестокая она можно терпеть человек с стабильной психикой может выдержать этот тип позиции без особых проблем далее идет интеллектуальная инквизиция наука как философская школа монополизировал интеллектуальную сферу подавляющее число современных интеллектуалов принадлежит именно к этой школе мысли все не научные эти научные в нее не включается человек который отрицает критикует наук сомневает даже сомневается в науке что бы не посомневаться да правильно просто сомнение просто сомневаюсь мы не верим докажите нам ученые что вы правы в общем-то как бы мы бросим больше доказательств пожалуйста нет значит вы до становится уже учеными шарлатанами либо вообще просто какими-то дурачками с которыми вот эти вот интеллектуалы великие не захотят иметь дело и это действительно очень-то плохо очень плохо также ученые и сентисты прежде всего то есть адепты науки пытаются запретить практически все альтернативы но есть религиозные учения философские учения как и любая религия наука не любит ретиков вот такая вот интересная но у них парадигма и в итоге запрещаются и философские учения и этические они не воспринимаются просто всерьез они считаются некой игрой мифологией от ученых факты фактов их логика неопровержимая логика эмпиризма а вот у всех остальных ерунда какая-то тут на каждое отдельное религиозное учение философское также думает о других это тоже не такой парадокс интересный философия сама по себе она является чем-то плюралистичным она не является единым идейным образованием в отличие от науки как и философии мы встречаем огромное количество альтернатив альтернативных методов альтернативных подходов и все это тоже подвергается определенной инквизиции мы сейчас не можем сказать что например наука не права во всем это сразу вызовет подозрение у нас а если мир иллюзия например например буддисты считают что мир иллюзия из этого напрямую следует что все эмпирические методы не работают и они не работают в области познания так скажем если они все не работают в области познания то наука теряет большую часть своей ценности можно сказать что наука тогда это просто практика по буддизму практика сансары ну такая трактовка вряд ли понравится ученым все запрет на нее пошли он мы не будем вас слушать мы не допустим вас своей академии мы не дадим вам спорить с нами мы не позвоним вас вашим наши институты в наши университеты потому что мы их и завоевали они теперь наши мы не дадим вам площадки для беседы а если дадим то мы должны быть определенно уверены что наши миссионеры победят ваших миссионеров на форах иначе все это бессмысленно все это так и происходит когда какой-нибудь докин пытается поспорить и нибудь какими-нибудь религиозным деятелям он обязательно но он понимает что он победит и он собирает свою публику там в общем-то все сиентисты думают о доггинс победил но я обычно не отобычно доггинс проигрывает творческая инквизиция настоящее творчество в современном мире подвергается строжайшей критике здесь речь идет не совсем о цензуре он просто людей не печатают мне не нравится этот стиль нравится что написано все не будем на это печатать наше издательство отказывается от этого данная проблема была разобрана хорошо в системе современной русской литературы общество консервативно она ненавидит новые идеи очень сильно очень сильно презирает авторов которые пытаются делать что-то откровенно новаторское очень трудно творить данном обществе то есть у современного веритика нет возможности проявить себя в творческой сфере даже это печально но все вот это вот это вот нематериально теперь перейдем к финансовой сфере как вы думаете насколько велик шанс у юридика зарабатывать большие деньги даже небольшие достаточно скорее всего человек чьи взгляды радикально отличаются от мнения большинства так скажем вот реально отличаются я не ведусь какой-то подростковой отличие индивидуальности и особенно я прекрасный нет именно философски отличаются человек использует другие методы познания человек по-другому подходит миру человек ищет совершенно другие какие-то истинные другие грани бытия и человек оторванных от современной действительности от актуальности от актуальных исследований от того что вот реально догматично он от этого всего оторван каковы шансы что у него будет финансовый успех они на самом деле не очень высоки во первых потому что человеку который с отличными взглядами чтобы получать деньги приличные скорее всего можно пройти через систему образования система образования в корне сиентична человек устраивается справиться на работе зарабатывая определенные научные компетенции и около научные компетенции человек который идет против науки он скорее всего не может заработать эти компетенции и он в общем-то обречен на провал а только очень умный еретик может совмещать в себе как бы маскировать себя под ученого человека и при этом как бы придерживаться других абсолютно взглядов большинство инакомыслящих не может так делать но собственно их ждет бедность скорее всего они будут низами своего общества уборщиками будут в макдональдсе что-нибудь продавать к сожалению вот это и есть финансовая инквизиция то есть все инакомыслящие финансово ограниченные люди получаются в том числе есть психологическая инквизиция людей до безумия могут доводить причем это не потому что они сами себя доводят своими чужими взглядами то что общество их доводит это печально это определенно печально ну и в конце в конце конечно самый радикальный является уголовная инквизиция да за некоторые взгляды действительно могут посадить в тюрьму да даже строгий режим могут за это дать даже в нашей стране в россии это может произойти но подлинной свободы слова конечно же нет денег можно получать штрафы за м слова а за какие-то нетолерантные высказывания в общем ограничения есть ограничения есть они в том числе юридические есть ограничения нет тоже печально в общем все спасибо за внимание 7 кратно с вами прощаюсь и Продолжение следует...